вот такая давайте нарисуем две параболы симметрично друг от друга таким образом, чтобы у них совпадала ось например, вертикальная ось и в которой был один и тот же фокус причем параболы симметричные, значит одного и тому же размер вот такая и приведем симметричную параллельную оси два отрезка таким образом чтобы получились два таких криволинейных треугольника у этих треугольников одна сторона прямолинейная и две других стороны образованы кусками парабола теперь что получится с лучами света предположим, что лучи света впущенные вертикально вниз тогда после отражения каждый из них пройдет через фокус и дальше симметрично будет двигаться опять же вертикально дальше нарисуем еще один луч который пойдет вот таким вот образом и для того, чтобы получить невидимость мы должны достроить мы должны добавить мы должны добавить еще два угольника снизу то есть левый луч он после всех отражений пойдет так пойдет вдоль первоначальной прямой второй луч тоже то есть лучи света идут так, как если бы на их пути ничего не было теперь из этой двумерной конструкции изготовим трехмерную конструкцию следующий образ нарисуем и нарисуем те призмы тут возьмем сначала вот так и нарисуем те призмы у которых эти угольники мы его сечим то есть призмы будут выглядеть следующий образ понятно, да, как они изготовлены мы просто сделаем параллельный перенос перпендикулярно первоначальной плоскости так что получились такие вот две призмы и мы будем считать, что основанием их квадрат то есть мы сделаем параллельный перенос на расстояние, которое равно медленно таким образом, чтобы получился квадрат в основании конечно же, эти две призмы тоже будут удовлетворять свойства невидимости вот еще и отраженные придут вертикально вниз и чтобы получить невидимость нужно добавить только еще две призмы еще две призмы внизу и четверка этих призм будет невидимой в одном направлении а теперь сделаем вот что а теперь сделаем вот что из каждой призмы изготовим пирамиду давайте я объясню, как это сделать как это сделать у призмы основание квадрат поэтому две верхние грани расположены вот таким вот образом вот такие вот вот такие вот грани а теперь мы стрежем изготовленные в определенном направлении давайте я лучше покажу итак я тут нарисовал картинки вот это вот две призмы которые получились из этих двух треугольцев параллельным переносом потом мы можем эти две призмы повернуть на 90 градусов и получится призма эти призмы ориентированы горизонтально вот эти вот стороны а вот эти призмы ориентированы вертикально в итоге в результате давайте изготовим две пирамиды пирамида с четырехугольным основанием которые получены как бы наложением ну или пересечением вот этих призм наложением одну на другую то есть вот эти грани будут частями вот этих грани а вот эти грани правая и левая будут частями вот этих вот то есть мы их наложили друг на друга и то что получилось в пересечении будут вот такие пирамиды рисовать самому это трудно как правило плохо получается и что у нас что у нас получится если падает допустим вертикальный поток света вертикальные лучи летят отражаются от грани в какой-то точке потом после отражения идут и отражаются в симметричные точки нижней грани уже в другой пирамиде и дальше идут вертикально вниз то есть происходит точно то же самое что я уже объяснил вертикальные лучи преобразуются в вертикальные лучи но смущу и для того чтобы сделать невидимость нужно еще пару вот этих пирамид поставить снизу а теперь посмотрим что будет если идет горизонтальная луч если идет горизонтальная луч и он падает на эту грань то происходит ровно то же самое после отражения луч идет и потом отражается от соответствующей грани уже второй пирамиды и после второго отражения будет двигаться тоже горизонтально но смещенным поэтому чтобы вернуть этот смещенный луч обратно на свое место здесь нужно поставить еще пару вот этих пирамид таким образом вертикальные лучи преобразуется в вертикальные после отражения и горизонтальные преобразуется в горизонтальные а теперь чтобы в результате лучи невидимость мы должны на самом деле учетверить эту пару эту пару пирамид поставить такую же пару внизу и потом еще две пары поставить сбоку. И тогда мы получим следующее объеме. Вот видите, у нас одна пара пирамид здесь и здесь, потом вторая пара и еще две пары сбоку. И вот тут мы получим точную невидимость. И за этими зеркалами, эти объекты предполагаются, что они имеют зеркальную поверхность, за этими зеркалами можно спрятать все, что будет. И то, что будет спрятано, не будет спрятано. Но только в двух направлениях. Вот тут показаны вот эти два направления. Одна вертикальная и другая горизонталь. То есть идёт вертикальная ночь, отражается два раза от одной грамми, от другой грамми, потом симметрично отражается еще одна пара грамм, и потом идёт вертикальная. То есть вертикальная. И горизонтальная ночь, которая обозначена V2, будет двигаться точно так же. И получается у нас такая единица. Так.